Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Некоторое время назад рязанские путешественники вернулись из самого густонаселенного Медведями района. Экспедиция выдалась во многом непредсказуемой. К примеру, путешественники впервые преодолевали так называемую долину 10 тысяч дымов, которая много сотен лет назад завалила 200-метровым слоем пепла от мощнейшего извержения вулкана 20 века. Подробнее об этом мы не только говорим с Михаилом Малаховым. На сей раз я побывал в Северном Ледовом океане, но с территории Российской Федерации. В этом году, кстати, уникальное событие, 100 лет, пожалуй, самой знаменитой полярной станции на острове Диксон, это на севере Красноярского края, и это, кстати, на полуострове Таймыр. В свое время, кстати, в начале экспедиционной деятельности я достаточно много бывал в этом месте, поэтому, конечно, место уважаемое, оно известно в мире, поэтому, конечно, не побывать там на столетие было бы, наверное, неправильно. Но так получилось, что в этот раз туда ряд видных рязанских яхтсменов устроили вояж на яхте. Значит, есть вот яхта, может быть, рязанцы про нее слышали, пожалуй, самая знаменитая яхта в стране, апостол Андрей, три кровосветных путешествия, и причем и вокруг Северного полюса, и вокруг Южного полюса яхта совершилась знаменитым капитаном Николаю Литау, моим очень хорошим товарищем. Ну вот он делал вояж туда, его команда делала вояж в Диксона, затем возвращались назад в Архангельск, но мы решили мероприятие «Столетие Диксона» совместить с посещением других необычных районов нашей страны, в частности, архипелага «Новая земля». Увидели то, что ожидали? Да, да, и больше даже. Я много бывал в Российской Арктике, но вот «Новая земля», поскольку большей частью ее была закрыта до военных целей, хотя это большое географическое открытие, прежде всего, поморов, россиян, еще в давние-давние времена 12-13 века. Но вот мне как-то не удавалось там побывать. Поэтому я использую два варианта для того, чтобы яхтенный вариант, побочить еще север «Новой земли», посмотреть и проверить некоторые вещи, которые связаны с продолжением наших экологических работ по очистке полярных регионов. Рязанцы знают, в свое время мы чистили Антарктиду, станцию Берлинсгаузен, рязанцы приложили к этому руку. И сейчас есть некоторые соображения, связанные уже с арктическими регионами нашей страны. Ну, вот с этими задачами мы отражили. Привезли потрясающее фото с медведем бегом. Да, мы можем, кстати, с вами посмотреть, как выглядит Диксон, совершенно необычный этот поселок, правда, переживающий далеко не лучшие времена. К сожалению, приходит в соответствии сейчас он с нынешними реалиями России. Но место ему на карте все-таки на долгие времена еще обеспечено. Ну, просто надо его так сказать, вот ужать, нет такой необходимости иметь большую инфраструктуру, как это было в советские времена. Две с половиной недели продолжался ваяж, практически беспрерывное плавание с четырьмя выходами на землю. И это было на территории Новой Земли, одно из уникальных мест. Это вот на снимках можно увидеть новодел, правда, избушка Вильяма Баренц, который зимовал здесь в 1596-1597 годах. Представляете, как давно голландский известный мореплаватель, через кого и Баренцово море названо, он же и приложил руку к открытию. Но Шпицбергена, по которому мы путешествовали в прошлом году, поехали посетить зимовку, где последнюю зимовку знаменитого мореплавателя Баренца было для нас интересно. Правда, нас там встретил белый медведь. И встретил не очень дружескан, он был занят поеданием, только что им добытого моржа. Да, да, вроде он как-то не давал высадиться на наши лодки, на берег, вообще медведей там на Новой Земле оказалось очень много. Но вот этот медведь, он так как-то... А что стало вашей добычей, если мы говорим об исследованиях, о каких-то новых для себя открытиях? Мы на бывших полярных станциях, в некоторых местах, например, на знаменитой северной конечной Новой Земли, мы с желанием увидели реальную экологическую работу по очистке Антарктиды, которая проводится различными не активистами, а, в общем-то, профессиональными организациями. И это нас порадовало. Большое количество и птиц, и видели моржей, и китов, и дельфин сопровождали наши яхты. Вы знаете, это было достаточно приятно, неожиданно. Мы посетили другие исторические места, связанные с экспедицией, например, первооткрывателей земли Франца Иосифа, такая Иосифа, это знаменитая экспедиция австро-венгерская 1872-1876 годов, Вейперхта и Пайера. Мы посетили место, где у них был когда-то склад, это на острове, небольшом островке около Новой Земли. Место, кстати, его легко узнать в этих исторических книгах. Посмотрите, в любом уголке планеты можно открывать свой музей, в любом, вот если так хорошо подумать. Вы знаете, да, 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 я думаю, что Новая Земля – это еще место, которое предстоит широкой публике, людям, интересующими арктическими путешествиями, да просто туризмом. Туда можно приплыть сейчас на комфортабельном корабле на северном оконечестве Новой Земли. Удивительное место, которое можно посетить, где природа действительно вот на данный момент еще не тронута, медведи бродят, чувствуют себя хозяинами в брошенных полярных станциях или бывших военных базах. Они там живут, не надо строить берлоги. Чем вы занимаетесь сейчас здесь, в наших широтах? Ну, вы знаете, сейчас очень такой серьезный период. Мы подводим итоги экспедиционной деятельности Рязанского отделения Русского географического общества, потому что этот год вообще достаточно необычный, год юбилейный. 170 лет назад самая, пожалуй, старейшая общественная организация справляет вот такую небольшую круглую датадайзу. Уважаемый, кстати, в мире русское географическое общество. И мы отметили это, так скажем, событие от юбилейных. Вот четырьмя экспедиционными проектами, вот кроме Аляски, Новой Земли, представители Рязанского регионального отделения РГО побывали и на Теньшане, побывали и на Таймыре в поисках следов. Знаменитая экспедиция В.Лайма Александровича Русанова, которая в этом году исполняет 140 лет. Ну, особенно хочу сказать, чего два слова в экспедиции на Теньшане. В ней принял участие правнук Петра Петровича Семёнова-Теньшанского, одного из видных деятелей Русского географического общества. И вот этот день 70-летия, 21 июля, он отметил на леднике, который носит имя его деда, Семёнов Теньшанский. Наш Рязанский музей путешественников, представители Рязанского отделения географического общества, как раз были вместе с ним, были на этом знаменитом леднике, в этих знаменитых местах, которые послужили началом научного освоения уникальной горной системы Тяньшане и Памира. Очень приятно, что наши земляки к этому приложили самую руку, в хорошем смысле этого слова. Ну и вот мы, кстати, продолжатели День Петра Петровича вместе с членами его ныне живущего семейства побывали в этих местах, об этом сейчас рассказываем также Рязанцев. Замечательный совершенно проект. Мне кажется, вам надо начинать некий урок географии онлайн, вот прямо с тех мест, где вы путешествуете. Это будет очень востребованно. Вы знаете, очень хорошо, кстати, мы имеем спутниковый телефон, я регулярно делаю репортажи, вам большое посидо телекомпания, которая отчет об этих репортажах непосредственно с места событий регулярно дает, и потом рассказывает, конечно. Но вы очень хорошо сказали про открытые уроки. Вот сейчас одно из направлений нашей работы совместно, только что встречался с руководством Рязанского государственного университета, имени Есенина, 1 ноября мы проводим, так называемый, первый же опять в стране, он будет по территории всех регионов России проводиться, географический диктант, выявить базисные географические знания россиян, и на основании этого, прежде всего, конечно, для нас, рязанцев, на основании носить какую-то корректировку в изучении географии в школе, тем самым как-то привлечь внимание, интерес к собственной природе, к собственному краю. Ну, так это хорошо, конечно, путешествовать за морями где-то на яхтах, но у нас тоже уникальная географическая зона Рязанской области, которую надо еще по-хорошему познавать. В этом плане мы, конечно, хотели бы внести свое собственное лето. Точно так же, как и в рассказах о предыдущих наших экспедициях и ближайшей, мне очень приятно, рязанцам заявить, все слышали о созданном нами несколько лет назад, совместно с городскими властями, музее путешественников. Музей путешественников продолжает свою выставочную деятельность по территории страны. 11 октября мы открываем большую выставку в Калуге, а 19 ноября открываем выставку в Орле. Даже две выставки, посвященные Русской Америке, экспедицию на Шпицберген. То есть такая вот бурная деятельность, вот знаете, я вот, как говорится, корабля на бал сейчас, реального корабля действительно попадаю на эти мероприятия, где много будут присутствовать людей, не только рязанцев. Так что, вы знаете, как-то вот даже отдохнуть, передохнуть некогда после достаточно активной экспедиционной деятельности сезона 2015 года. Я думаю, что вам и не нужно отдыхать, вам нравится то, что вы делаете, это самое главное. Это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. На сегодня все, до встречи.